Вопрос по игре, почему в первом тайме не получалось сломать оборону соперника, и во втором наоборот получилось, наверное, чересчур? Добрый вечер, спасибо большое за поздравление, не совсем нам понравился первый тайм с точки зрения организации игры, и мы действовали не совсем правильно, о чем мы говорили с ребятами, поэтому поговорили на эту тему в перерыве, ну и вы видели, что совершенно другой посыл команды был, и совершенно другое качество именно во втором тайме. Поэтому необходимо начинать матч именно так, с первых минут, тем более, еще раз говорю о том, что то улучшение качества игры, которое мы ставим перед собой, внутри команды, его необходимо делать от матча к матчу. Вне зависимости от того, какие футболисты выходят на поле, поэтому это конкуренция, но еще раз говорю о том, что по качеству мы хотим еще больше улучшать его внутри команды нашей. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Добрый вечер, Михаил Михайлович, Евгений Павираев, Лакохроники. Как сегодня оцените дебют новичков команды? Что касается Сессора, ну, во-первых, с точки зрения его адаптации, она проходит хорошо, ребята его очень хорошо приняли в коллективе, тем более, сегодня дебютный матч, и он забил, это добавляет ему положительных эмоций. Я думаю, что, понятно, всегда есть моменты, которые надо будет шлифовать, так скажем, улучшать, но и положительные моменты тоже в этой игре мы для себя отметили. Поэтому, что касается Эдгара, то же самое приятное впечатление от первого дебютного матча, он усилил игру на фланге, хорошие индивидуальные действия, его, так скажем, и острота, которая, так скажем, которой не совсем нам хватало, наверное, именно в первом тайме, когда мы проводили свои там позиционные быстрые атаки. Спасибо. Вон там вопрос сзади. Владислав Шашло, Росфото. Михаил Михайлович, скажите, вот вы в очередной раз ставите в кубковом матче в стартовый состав Никиту Салтыкова и в перерыве его меняете. Вас настолько не устраивает именно его игра и с учетом того, что в матчах премьер-лиги вы его не выпускаете, ну, один раз, если я правильно помню, его выпустили? Есть игра, есть состояние игрока, у нас нет ведомости или там, как сказать, заранее плана, что такой игрок должен сыграть сегодня столько-то минут, другой игрок столько-то минут. Игра, ход игры диктовал, что требовалось усиление в этой позиции, поэтому приняли решение выпустить Севикяна. Тем более, сегодня не вышел Раков, у которого небольшое есть повреждение, решили его, чтобы он подлечился. Еще раз подчеркиваю, что общекомандная внутренняя конкуренция идет в каждом тренировочном занятии, в каждом матче, поэтому и здесь нет такого, что хорошо ты сыграл, плохо сыграл, ты будешь дальше все равно играть. Да, то есть мы говорим о том, что надо из себя доставать свои внутренние лидерские качества и показывать результат. Молодые футболисты, понятно, что им свойственна небольшая нестабильность, они могут один отрезок выдать хороший, другой может быть менее заметный. Но мы все, как говорится, внутри команды ребята прогрессируют, учатся, и эти перепады неизбежны, поэтому с пониманием к этому относимся, в том числе и к играм, когда у наших ребят, наверное, может идти не все гладко. Спасибо.